Итак, у нас сегодня сдвоенная лекция, будет два урока, и мы будем продолжать разбираться с наследием Айзенмана, как ключевой, с точки зрения именно эстетики, фигуры для этого вида искусства, потому что это не просто архитектор, это человек, который предложил совершенно новый подход к архитектуре, в принципе, как таковой, как архитектуре. Я сегодня-таки принес его книгу, она издана в этом году, до этого в России не было текстов Айзенмана объемного на русском языке. Книга действительно абсолютно уникальная, она называется «Десять канонических зданий второй половины 20 века, 1950-го по 2000 год». И именно в этой книге Айзенман позиционирует свою ключевую идею, идею о пристальном чтении. То есть он рассматривает архитектурное произведение как текст. Он принципиально подходит к этому вопросу, что архитектуру нельзя смотреть просто с точки зрения красиво-некрасиво, как некий факт природы, как водопад, как дерево и так далее. Этот текст, который, если его создает, его создает мастер, то этот текст функционирует абсолютно тем же самым законом, что и функционирует текст литературный. Более того, в большинстве случаев он рассматривает произведение архитектуры даже как литературный, а как критический текст, что весьма примечательно. То есть это именно либо социальная критика, либо философская критика, либо критика как таковая традиция. Здесь, заметьте, слово очень важное – «10 канонических». Мы всегда привыкли, что каноническое – это нечто предельно замкнутое в себе, не способное к развитию. Канон – это то, что сохраняется в неизменности. Так вот, Айзенман, как деконструктивист, выдвигает принципиально идею, идею совершенно потрясающую. Представьте себе, что нечто появляется в контексте истории на определенном ее этапе, и оно фиксируется, замыкается, оно превращается в канон. Мы уже с вами рассматривали на первых лекциях, насколько радикально культура меняется в процессе ее развития. То есть все меняется, а канон остается неизменным. Таким образом, именно канон в наибольшей степени в каком-то смысле подвергается изменению. То есть в каноне скрыт юридический элемент, опять же термин Айзенмана, взрывающий его же изнутри. Мы это сегодня рассмотрим на нескольких примерах. Ну, представьте себе, что какая-нибудь рыба возникла в воде и приспособлена была для этого, да, и неожиданно вся вода высыхает, и эта рыба каким-то образом не адаптировалась и не умирала. То есть это будет самая странная ящерица, какую-то можно себе представить. Вот как мыслит канон Айзенмана. То есть канон – это очень противоречивое явление. Избранные здесь им 10 зданий интересно с той точки зрения, что он показывает, как каждый из них, следуя канону, взламывает канон. Это не всегда построенные здания. Для архитектора тут разницы нет никакой. Для архитектор делает проект. Поэтому здесь, например, у величайшего архитектора 20 века, самого известного, Ле Корбюзье, он рассматривает его последнее произведение, проект. Он не был построен. И интересен набор произведений. То есть это не как мы привыкли, когда 10 – значит 10 самых лучших. Здесь нет понятия табеля о рангах вовсе. То есть это просто 10 отдельно выкрученных произведений, к каждому из которых применяется совершенно новая модель чтения. То есть по большому счету это не об архитектуре, а это эстетический трактат. Он предлагает 10 различных подходов, показывая, как каждому произведению можно найти свой ключ. Совершенно не похожий на предшествующий. Это не 10 раз одно и то же анализировалось. Если кому-то будет интересно, то можете книжку полистать, пока идут лекции. Но она мне для чтения лекции не нужна. Чем она интересна? Тем, что здесь приводится в том числе большое количество графиков с объяснением логики функционирования пространства, чего невозможно посмотреть из фотографий этих архитекторных произведений. То есть архитектор-то все-таки мыслит пространство. А когда мы смотрим на фотографию, но мало того, что фотография это пространство существенно искажает, думаю, это объяснять не надо. И даже наш взгляд на произведение с внешней стороны не может показывать, как на самом деле оно в целостности функционирует. Что еще будет в этой книге Айзенмарк? Он противопоставляет оптическому восприятию визуально. То есть то, что мы называем зрительным восприятием, он бы назвал оптическим. То есть это восприятие глазом. Он противопоставляет этому визуально, то есть восприятие разума, как он сам пишет. То есть он пытается именно эти произведения считать. Возможно, если у нас будет достаточное количество времени, я проанализирую в дальнейшем на одной из лекций хотя бы одно произведение. Это Дом Фарксуарт Нисс Ван Де Роя, Людвига Нисс Ван Де Роя. Потому что этот анализ просто потрясающий. Конкретно Уайзерман в этой книге, который просто переворачивает представление о том, как можно читать архитектуру. До кого? Ссылаясь на Жака Деррида, с которым он сотрудничал, это крупнейший философ 20 века, Айзерману вводит понятие неразрешимости. Дело в том, что неразрешимость очень часто, когда поверхностно относятся к постмодерну, понимают, что неразрешимость это как будто неясность. Но, заметьте, неясность противопоставленной ясности. Это бинарная позиция, которую как раз и Деррида, и Айзерман всю жизнь пытались избегать. Что такое неразрешимость? А мы с вами в прошлый раз разбирали на примере мемориала. То есть неразрешимость, это когда этот мемориал может быть и рядом каменных гробов, он может быть и застройками типа концентрационного лагеря, он может быть и следом стирающейся памяти, он может быть еще много-много-много чем, лабиринтом, да, и так далее. Но вот только ничем-то одним из этого. Вот фундаментальное измерение неразрешимости. То есть неразрешимость предполагает не любую точку зрения, а именно невозможность выбора в пользу какой-то конкретной точки зрения. А это совершенно не одно и то же. А, то есть просто очень поверхностное прочтение постмодерна, которое по сути господствует, в том числе и в нашей стране, это значит, что постмодерн – это любая точка зрения. Нет. Постмодерн – это все точки зрения. Невозможность исключить ни одной из них. А это совсем не одно и то же. Вот такой подход даже не предполагает то, что каждая из этих точек зрения в одинаковой степени релевантна. Просто они есть. И невозможно их исключить. Какая-то более легитимная, какая-то менее. Сегодня же мы поговорим немного о более абстрактных концепциях, чем это было в прошлый раз. В прошлый раз была такая лекция достаточно простая, потому что я показываю ключевое, опять же, произведение. Это тоже один из моих принципов методологии именно центробежно, а не центростремительно. Не давать хронологии, а давать сначала самое важное, а потом хронологию. Потому что иначе просто оказывается, что какие-то детские произведения любого автора, рядоположенные лошады. То есть он дает хронологию. Понимаете? А, то есть центробежный принцип, противорез принципу центростремительного. И еще одна очень важная вещь, это отказ разделения субъекта биологического и субъекта творческого. То есть я не буду вам рассказывать биографию этого автора. Вольтеру для нас даже непринципиально важно, когда он родился. Ну, я могу сказать, я это знаю. Но это не имеет никакого значения. Как автор, он родился в 60-е годы. Потому что до этого у него не было никаких построений. То же самое, как, понимаете, биологические субъекты, субъект творческие, это совершенно разные вещи. Если Артюр Гринбо, не достигнув там 20-летнего возраста, прекращает писать стихи, но проживет еще очень много, то это никакого отношения к нему как автору уже не будет иметь. То есть если бы мы были его родственниками, наверное, нас бы интересовало его биологическое время. Если мы интересуемся именно как авторами, то нас интересует только то время, когда он функционирует там автор. Не только в том порядке, а от точки его максимального влияния на культуру, от точки его выражения, в остальных сторонах. Сегодня мы попробуем как раз задать хронологическое измерение, потому что логическое мы в прошлый раз обозначили. Я показал его мемориал, которым он прославился. Это единственное его произведение, икона, как он сам называет. Иконы – это своего рода визитные карточки места. Для Берлина именно этот мемориал стал сейчас иконой, одной из самых посещаемых памятников в Европе. И сегодня я бы хотел поговорить о проекте Айзенмана и Деррида. Этот проект обычно в философии именуется деконструкцией, а в архитектуре – деконструктивизмом. Проект коснулся всех направлений искусства, более того, прежде всего, литературных текстов, потому что Деррида – не только философ, он, прежде всего, литературный критик. То есть, его тексты направлены на слово, прежде всего. И поэтому, я думаю, что для вас это будет очень и очень важно. Здесь вы видите, как раз Айзенмана стоит на фоне своего знаменитого памятника. Но что же такое деконструктивизм? И какие истоки у него были? Для этого нам придется шагнуть достаточно далеко в историю, в начало XX века, и, что любопытно, в нашу страну. Дело в том, что истоки деконструктивизма лежат в авангарде XX-х годов именно Отечества, в русском авангарде. Это направление называлось конструктивизмом. В Москве таких памятников, причем шедевров этого направления, не счесть. Ну вот здесь не надо далеко ходить на сих пор. В чем логика конструктивизма? Первое. Это геометризм, то есть зримые геометрические формы. Ну, если вы, например, посмотрите на предшествующую эпоху, на эпоху Модера, вспомните какие-то знаменитые постройки Шертеля, ну хотя бы и Ярославский вокзал, то геометризма вы там не обнаружите нисколько. И для сравнения, вот представьте, вот себе. Следующее, это лаконичность формы и то, что А. Айзенлан называет работа с картизианским пространством. Под ним он подразумевает сетку координат без применения сил. И, кстати, вот листочек этого тетка координат. Если бы применялись силы, он бы мог искажаться. Ну, одним из, на мой взгляд, наиболее показательных примеров конструктивизма, это у нас школа 494 на Автозаводской, она выглядит вот таким образом. Как кубик Рубика повернутый на сайт. Только заметьте, кубик Рубика будет в 1974 году создан. А эта школа к десятилетию Октябрьской львы сейчас создавалась. Ну, это кому-то интересно, можно просто съесть и посмотреть само здание. Его фотографии в сети его адекватно хожу. А, вот. Это первый Автозаводский проезд два. Прямо на выходе фактически из метро Автозаводска. А, иконой же конструктивизма в России считается вот это здание. Это дом культуры имени Зуева. Лесная 18. Постройка Ильи Голосова. Этот дом сейчас не в самом лучшем состоянии, к сожалению, как и большинство построят конструктивизм. У нас это не очень ценно. Ну, здесь очевидно, да, простые формы, идеально считываемая геометрия, вот, и работа именно с картезианским пространством. Здесь нет никаких искажений, ни каких-то необычных вогнутых или выпуклых поверхностей. в принципе, символ данного направления. В западном мире это же самое направление называлось интернациональным стилем. И вот сюда попадут все самые известные архитекторы первой половины 20 века. Это Лекар-Бюзье, это Людвиг Мисс Ландерроя, Фрэнк Лойт Райт и, соответственно, Бальтергруппиус. То есть, те люди, которые создали современного типа жилища. То есть, жилища такое, какое мы знаем в принципе по всей идее. Ну, это одна из самых известных построек. Это Баухаус Дассау, это Группиус. Это не просто постройка в стиле интернациональном стиле. Это здание, где разрабатывались эти архитектурные построения. Это альбоматер, так сказать, интернационального стиля, в принципе, как такового. Ну, в принципе, мы пожинаем плоды этих идей до сих пор. Это блочного типа постройки, модульного, где из определенных рассчитанных модулей можно составить любой дом по необходимости. До Корбюзье такого просто не существовало. Каждый дом строился практически с нуля. А сейчас здесь некие определенные модели, типажи и можно в каждое место воткнуть скомбинированных, как из конструктора лего, да, из уже готовых деталей необходимы подходящие под нужды этого места было. Лидер американского ветви интернационального стиля Филип Джонс сформулировал его тезисно. Это три тезиса, которые стали ключевыми для первой половины 20 века. Первое это создание пространства и объема, а не массы. Но если вы посмотрите особенно на старинную архитектуру типа романских церквей, то это именно масса. Там нет логики движения пустоты и очерчив этого по сути случая. в лучшем случае есть прорези падающие на алтарь сверху. На самом деле такая ситуация не особо менялась и в последующие века. Хотя все стили менялись, менялись методы по сути, тем не менее именно функционирование пространства незаполненного, его чревение и есть одно из качеств функционального стиля. второе это предпочтение отданное балансу а не симметрия. Для конструктивизма характерен баланс а не симметрия. Это одно из основных положений. И наконец исчезновение декоративных элементов. Собственно что и сделал этот стиль интернациональный. То понимаете что геометрические фигуры во всех странах мира одинаковы. Если мы лишаем здания его характерных черт то есть орнамента как допустим у того же Шехтеля на Ярославском вокзале то естественно здания созданные в Бразилии здания созданные в Германии и в Соединенных Штатах будут выглядеть примерно одинаково. Вот классический пример подобных построек это локарюзей это вилл лосовой или более правильно сова здесь можно наблюдать сразу все из этих положений но вы видите что массы здесь нету абсолютно сама постройка поднимается над землей даже она как бы парит в воздухе мы можем ее даже снизу обозреть то чего никогда не было в истории до этого у нас дома получается всегда стояли на земле нижняя часть была привязана к ее поверхности к поверхности земли и она не могла быть рассмотрена взглядом здесь она может быть уже полностью рассмотрена взглядом и здесь именно пространство свободное господствует над массой заметьте на террасе вот вот эта постройка она несимметрична нижней части здания но уравновешана ей вот эта постройка на террасе выдвинуто вперед здание в то время как вход здания вот цокольный этаж отодвинут к задней части они даже похожи но они уравновешивают друг друга не являясь симметричными они не одинаковые и наконец полное решение деплора ну то есть такое здание навряд ли мы смогли угадать что это именно на франции вот может быть где угодно абсолютно и любопытно что именно в творчестве Ле Корбюзье да и других представителей интернационального стиля постепенно вызревают идеи взрывающие вот эту же модель которые приведут к деконструктивизму дело в том что Корбюзье прославился сформулированными им пятью правилами вот это канон в чистом виде а пилоны да то есть он говорит что здание не должно воровать землю собственно поверхность да то есть здание должно умножить ту поверхность на которой оно возводится то есть получается освобождается земля под ней можно ходить под зданием да и на крыше разбивается пах то есть получается здание не ворует площадь а удваивание помимо этого фронтальное остекление полное максимально позволяющее проникать солнечному свету использовать именно военный свет искусственный решение какого бы то ни было декона и свободная планировка здание до корбюзье держались на стенах здесь они держатся на перлах и поэтому внутри может быть любая планировка такая какая нужна для нужд того или иного места вот такой канон но вся мотивация этого канона у корбюзье была завязана на то что здание это машина для жилья то есть он строит здания такими потому что в них удобно жить таким образом и все бы было хорошо в этом каноне и все с ним так и было пока после второй мировой войны ему не заказывала церковь а вот тут то возникают определенные проблемы теперь представьте что этот канон оказывается неизменен но он создавался под нужды жилья человека а церковь по определению это то что должно отрываться от бытовой сверки то что ей противоположен человек должен забыть о своем быте и соответственно посвятить определенные минуты или часы и мы мыслям да мыслям возвышенным и когда он обращается к постройке церкви сама изначальная логика вот этого его канона потребовала отказаться от большинства этих положений то есть если он построит церковь по этому же канону получается что он построит не церковь вот она взрывная изначально еретическая сущность канона как такового так как канон был заточен под определенные нужды когда нужны сменились канон взорвал сам себя по большинству списков это произведение считается самым известным архитектурным строением 20-го века это капелла в Раншане в Грузии построена в 50-м и 54-м году что мы здесь видим а мы здесь видим следующее ровное пространство картезианское уже начинает искажаться воздействием сил причем сил для нас незрим потому что что заставляет эту крышу или купол куполом это не назовешь это некая имитация шатра поломок идущих в святую землю так вот эта крыша искажается под действием совершенно непонятных для нас сил то чего не было ни в одной ранее постройке ни у конструктивистов ни у авторов работающих в интернациональном стиле здесь все изогнуты совершенно уникально внутреннее пространство этого произведения здесь нету и строго несимметрия даже баланса который мы наблюдали вы вели слой для того чтобы соблюсти канон его же приходится возрушить не так давно была построена еще одна церковь по проекту Кюрбезья проект был но она не была помещена ее воплотили уже в 21 веке и там тоже церковь весьма примечательна совершенно не похоже на его жилые постройки вот как бы какую шутку может сыграть канон и именно вот это внутренний взрыв который происходит у Кюрбезья при проектировании постройки капелли в Раншане и становится ключевой точкой для начала такого направления как декунструктилизм потому что обычное пространство пространство прямых углов начинает функционировать очень ключевым образом и как я уже показал во многом взрывает самое себя для декунструктивизма одним из важнейших положений является положение Деррида о возможности архитектуры превозойти самое себя выйти за свои же собственные рамки покажу как в дальнейшем развивалась мысль Кюрбезья потому что он по сути является предтечей декунструктилизма одна из последних его построек это карпентер соединенного штата это уже 61-62 год то есть если работа Деррида грамматологии выйдет в 67 то это фактически накануне смотрите в чем основная прелесть этого произведения два входа огромных это здание образованы гигантскими пангусами пангус это такая лестница без ступенек некая восходящая так вот если рассмотреть внимательно саму структуру этого здания то окажется что человек входящий с одной стороны из другой пангусу совершает поворот внутри своего рода это пространство заворачивается в два торнадо вращающихся в противоположном направлении что из этого вытекает объект один произведение одно центр один здание а он распадается на два автономных элемента и при этом не полностью распадается вот оно неразрешимость и внутреннее превосхождение самое себя когда единый объект взрывает самое себя и распадается на дискретные части это особенно интересно подчеркнуто еще бетонными солнцезащитными жалюзями которые направлены в противоположную сторону от движения по пандусу то есть это еще максимально нутрировано противовращение центробежные центростремительные силы в этом архитектурном объекте в принципе это произведение уже могло бы с полным основанием считаться отправной точкой деконструктивизма и интересно то что примерно аналогичные вещи происходят и в других видах искусства но в частности в живописи это не только атрибутика архитектуры дело в том что если вы в 20-е годы как вы знаете в противовес исканиям авангардистов художников усложнявших свой язык возникает такое направление кулизм ратующие за чистые цвета понятные объекты очень простые то что возникло в противовес кулизма да это тоже корбюзье еще крупных художников он один из основателей кулизма за кого в 60-е же годы в противовес нью-йоркской школе авангарду уже новым авангарду 60-х годов появляется такое направление как хоп-арт которое тоже говорит о новых цветах простых вещах и очень простых формах но если сопоставлять одно направление и другое то вот это придется сопоставить с интернациональным стилем видите абсолютная простота нет массы да есть структура очень лапидарное изображение как простота фасадов у этих зданий и наконец оно не геометризован не загеометризовано в смысле симметрии оно уравновешено в плане баланса большее количество объектов здесь уравновешено бутылкой стоящей стоимости но мальчик если же мы сравним произведения поп-арта начала 60-х дону то вы получите абсолютный аналог того что мы видели в карпетерцентре 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 но допустим уахау это произведение создано в том же самом году что карпетерцентр карпетерцентре карпетерцентре это большая банка супа кэмпбеллс с консервным ножом что мы здесь наблюдаем во-первых два объекта объединенных в единое действие но тем не менее абсолютно два отдельных объекта более того так как они сильно перекошены по отношению к центру картины и мы видим нож с отопыренным штопором который намекает на процедуру действия открывающего этого банку то мы видим абсолютно такие же две два вектора противовращения понятно что эту банку для того чтобы ее открыть она должна поддаваться воздействию силы противоположных иначе она просто едет вместе с этим самым ключом и интересным моментом на этой картине является и то что отсутствуют собственно руки открывающие это вносит идею неразрешимости так как подобная картина может быть интерпретирована уже крайне двояким даже множественным образом завете 62-й год и там и там Америка и там и там это карбюзи поскольку это как это в Соединенных Штатах именно в этой стране родится Айзенман который создаст реконструктивизм под направлением более того в 60-е он уже начинает работать правда чуть позже или вот такая замечательная картина этого же самого года как вы думаете что на ней изображено бутылки правильно а что еще может изображать это там бокалы шампанс то есть можно в просветах увидеть другую фигуру нет Нет? Увидеть можно, конечно, немного. Смотрите, дело в том, что мы видим то, что эти бутылки на самом деле не имеют никаких ограничений. Понятно, что они продолжаются из-за предела полотны. Это конвейерное производство продукта потребления. Таким образом, картина является своего рода границей самой себя. То есть, это картина, которая впервые в истории изображает саму картину. То есть, она с одной стороны изображает действительно множество бутылок кока-колы, опять же, никак не объединенных. Они объединены просто холстом. Так же, как некоторые слова могут быть просто объединены самой бумагой, на которой они записаны. С другой же стороны, эта картина является рамкой для самой себя. Это просто ограниченная возможность восприятия этого множества. Все. Здесь эта двойственность, противоборство внутри одного произведения, которое мы видим у Корбюзье и на более ранней. На то, вы смотрели сегодня картине Руахала, не по аналогии ранней, а по времени ее рассмотрения на ней. Здесь же эта бинарность прописана на другом уровне. Это и картина, изображающая объект, и картина, изображающая посредством объекта самого себя. Итого, то есть, в начале 60-х годов все предпосылки к появлению деконструктивизма сложились уже полностью. Именно на вот такую почву, почву уже подготовленную, и приходится творчество раннего Айзенманда. Просто можно было начать прямо с него, но так как у меня нет никакой гарантии, что вы представляете себе, что такое интернациональный стиль, а именно с него начнет Айзенманда. А во-вторых, мне нужно было показать еще одну вещь, как именно из интернационального стиля посредством его разрывания вызревает деконструкция. Для кого-то ранние постройки Айзенмана. Он входит в мир архитектуры тогда же, когда выходят ключевые работы по деконструкции. В 67-м, 68-м будут выпущены во Франции о грамматологии Террида, смерть автора Голлана Бахта, работы Юлии Кристевой, где она ведет интертекстуальность как понятие. Все самые важные работы по анализу текста второй половины 20-го века появятся как раз в эти же самые годы, когда Айзенманда начинает свою карьеру как архитектор. Заметьте, чем любопытны эти постройки. Да, они еще очень похожи на интернациональный стиль. На то, что мы с вами смотрели. Ну, даже в какой-то мере и на вилусовой. Но здесь есть весьма интересная вещь. Здесь есть игра между пространством реальным, то есть отгороженным стенами, и пространством намеченным. Намеченным в данном случае пилонами, выпирающими за пределы здания, в том числе, и, так скажем, работа воображения, наше восприятие этого произведения держится, но в том, что правда имеет плотность на стене, и на стенах лишь виртуальный намечен. Вот проект этого дома. Как вы видите, здесь ничего, выходящего за рамки того, что он же называл кархизианским пространством, нет. Пока что это просто работа с формой. Следующий же слой дом, он продолжает в следующем доме эти идеи. Дом, возможно, более эстетично оригинальный. Это проект. Заметьте, особенно это вот здесь видно, насколько усиливается вот эта игра между пространством плотным и пространством незаполным. Первым самостоятельным произведением, которое можно действительно назвать уже деконструктивистом, наверное, является его третий дом, он уже в начале 70-х закончен, построил это. Смотрите, насколько уникальная постройка. Во-первых, здесь уже очень сложно разобрать изначальные геометрические формы. А во-вторых, здесь игра доходит просто до предела. Здесь сложно сказать, где здесь внутренние стены, а где внешние. Например, вот эта стена уходит вовнутрь. И самое это забавное, что здесь она симметрично отражается, но исключительно только внешней стены. Стена внутри дома в нем. Если мы посмотрим, как развивается этот проект, собственно, на графике, то мы обнаружим почти тождественность с картины Иди Орхола. Сложность я представить, что график при создании произведения искусства может быть одинаковым с картиной, и тем не менее. Смотрите, что мы видим в первом ряду. Ну, это нечто вроде кубика-рубика. Да, это обычное картезианское пространство поделено на равное объем. Что он делает далее? Он делит его линиями по грунту на 45 градусов. Да, по отношению я к нему. Это стена будущего. А далее он делит его еще раз. Здесь этого, к сожалению, не видно. Еще один угол в 45 градусов прописываемый пароходами в каждой из этих стен. Они тоже смещаются. Сейчас мы ввели, черкнуто. И по линии пароходов он разделяет на большой объем и модуль объема, что является собственным зданием как таковым. А теперь посмотрим, смотрите, вот такое сравнение. Я специально развернул Орхол в ту сторону, чтобы было наглядно. Вот они, одни и те же тенденции. Смещение. Симметрия нарушена. Малый объект, большой объект. И они находятся в нерном противоречивом взаимодействии. То есть ту же самую картину, я хочу показать следующее, ту же самую картину Орхола нужно смотреть не как мы смотрим водопад. Это структура. Вот в чем дело. В данном случае больше всего, очевидно, повезло людям, которые занимаются анализом древних произведений искусства. В пещере Лоско, в пещере Шаве. Почему? Потому что это текста не было. Анализ произведений искусства очень сильно испортила традиция привязывания к ним биографии автора. То есть когда появилось эпистолярное наследие, когда сейчас вот там он поссорился со своим другом и написал такое-то стихотворение. Нет. Потому что стихотворение само по себе. И как оно функционирует на уровне структуры, никак не может быть связано. Поссорился он в том, что стихотворение это не на бок тех послов, и даже не на бок тех образов, которые оно присутствует. Это определенная структура. Никого. Авторам, которые анализировали древнейшие памятники человечества, в том числе палеолитические картины, приходилось, хотят или не хотят, заниматься только структурой. Чистота пульсации того или иного света. Расположение это на уровне стены. Каким образом на уровне стены пещеры они располагаются? Линии соотношения прямых и изогнутых. Именно вы, благодаря, так скажем, наследию проделанной работы в области изучения древнейших рисунков, и, наконец, получают искусствознание, методологию, могущую работать с произведением искусства только на уровне структуры. Происходит уже только в 20-м веке. Интереснейший пример в данном случае это шестой дом Айзенмана. Не знаю, насколько видно, я могу прокомментировать, что происходит в чертежах. Изначально берется уже два объема, два объекта. То есть дом проектируется не как целостность, а изначально как два абсолютно автономных, две абсолютно автономных единицы. Эти автономные единицы начинают видоизменяться таким образом, что они все время оказываются симметричными по отношению к другу. То есть изменения происходят одинаковые, но именно не зеркальные, а одинаковые. И поэтому, когда в итоге он наращивает целую половину дома и половину дома, тогда он объединяет это во дно, мы получаем в итоге, по сути, не единство, а конгломерат, состоящий из двух далеко не зеркальных поверхностей. Разные две части дома. Просто объединенные волей автора и логикой единого их развертывания в одну постройку. То есть на самом деле совершенно гениальная идея, то есть применяется в каждой из этих двух объемов одна концепция, их изменение. Они за счет этого едины. Но они изначально две. И потом он их развернет и объединит таким образом, что они не сложатся в единстве. И тем не менее они организованы одним и тем же образом. Вот его проект. Здесь просто уже выпьет огромное количество намеченных контуров разных объемов. То есть с разной стороны. Тебе представьте, это мы сейчас так видим. А если мы будем видеть этот дом, обходя его вокруг? Как я вам рассказывал о функционировании круглой скульптуры. То есть каждый раз мы будем видеть и разные стены, обозначающие разный объем, и разные намеченные стены. Обходя такой дом вокруг, он функционирует все время пульсируя. Это дом, который реально изменяется. Изменяется его пространство. Вот в чем как бы суть-то идеи, которую пытается донести здесь Айзенман. Идея изменяемость пространства. Здание оказывается процессом. Понимаете? Мы всегда привыкли, что здание это нечто неизыблемое, как колонн. То, что поставлено, то, что никуда не денется, это здание. Более того, вы никогда не сможете запомнить его объемы. Экзи слишком много. Сколько вы вокруг него не хотите, у вас все время будет продолжаться изменение его восприятия. Вот оно. Здание становится процессом. И заметьте, как это выглядит. Сколько здесь уже объемов обозначено. Это уже не один виртуальный куб, а один реальный. Тот лишь намечен. А это огромное количество намеченных виртуальных кубов по отношению к реальному постройке. Ну, вот как оно выглядит, на самом деле. С двух разных сторон. Видите, при каждом повороте это совершенно разная постройка. Ну, и постройка по тем временам очень эронгардная. И тем не менее, все, что я показал сейчас, во-первых, это в большинстве случаев все-таки работа не на уровне текста. И, так скажем, если пристальное чтение может быть применено к этим зданиям, то, по крайней мере, эти здания пока что авторам как тексты не мыслятся. Все, что я вам показывал, это очень интересно, это здорово на уровне структуры, но их нельзя вывести на уровне культурального кода. То есть, то, что я вам показывал на уровне мемориала, да, его интерпретации, где это было именно символя на интерпретации. Такой-то смысл, такой-то смысл, такой-то смысл. Здесь может быть пока только структурная интерпретация. На уровне смысла, именно смысла кавкультурного кода это вывести нельзя. И именно это, возможно, и способствовало кризису, к которому приходит Эйзенман. В 78-м году он проходит курс психоанализа, и он открывает для себя пространство бессознательного. Дело в том, что именно в это время происходит радикальный пересмотр наследия Фрейда. Фрейд очищается впервые от критики, и так называемое опровержение Фрейда оказывается просто недостаточно внимательным чтением. Любопытно то, что из всех мыслителей, работающих в гуманитарной области, Фрейд, который родился в 19-м веке и жил в первом, третьем, двадцатом, попадает... То есть он в двенадцатом номерном по цитируемости, можете, да, себе такое произносить? То есть понятно, что цитируется в большинстве случаев относительно недавно в последнем. Ну вот еще покажу пример из этого же здания. Оно на самом деле уникально абсолютно, потому что, заметьте, здесь даже на уровне этажей не отделяется, не везде отделяется пол. Он не сплошной, но это на внимательность хорошего значения, потому что можно без лестницы спуститься на первую этаж. Но, причем навсегда. И помните, когда мы анализировали мемориал, у него там была потрясающая совершенно находка. Выпуклые плиты на уровне внешней составляющей мемориала отражались вогнутыми на уровне его подземной части. То есть там они как бы в противоположном направлении, да, вогнутые такие же пространства, как бы взгляд из потустороннего мира. Уже в ранней своей работе он делает почти то же самое. Эта лестница обычная, а эта лестница на втором этаже, она с противоположной стороны тоже выглядит, как лестница. Более того, это максимально подчеркнуто сопоставлением зеленого и красного цветов, чтобы еще это акцентировать на этом внимание. То есть здесь это пока что сугубо конструктивное решение. Идея сугубо формальная. Здесь же это уже идея культурным кодом обогащенная. Идея со смыслом, что называется. Кстати, интересно, но А.А. Зинман, будучи нашим современником, ключевая тема его лекций – это борьба с искусством, где есть только форма. Форма без содержания – такой конек А.Зинмана, по которому он читает кучу лекций. И любопытно, что нам кажется, что его постройки исключительно формальны, а на самом деле для него нет. Более того, как бы не казался абстрактным вот это произведение, которое мы с вами в прошлый раз анализировали, А.Зинман, к примеру, настаивает на том, что у каждого его объекта есть культурный контекст, и для каждой страны он строит совершенно по-другому. То есть это уже нарушение интернационального стиля, это полностью разрыв с ним. То есть он считает, что в каждой стране есть свои национальные традиции, и они должны быть отражены в этом произведении искусства. Ну, вообще, я вам показывал версию, где эти плиты похожи на ряд городских джунглей, на дома. Если вообще посмотрите на современный Берлин, то, в принципе, вот так и выглядит. В каком-то смысле это имитация вот этой типизированной застройки современного Берлина, которая более неприглядна, чем многие районы Москвы. А. Дековат. С 1978 года он обращается совершенно к новому для него измерению, к измерению, условно назовем его и рационального, потому что это не совсем так. Потому что в 70-е годы фрейдизм становится популярным благодаря учению Жакова Лакана. Именно Лакана очищает Фрейда от критики Фрейда. И согласно этой концепции, лаконьянской концепции, бессознательно структурировано ничуть не хуже, чем сознание. Ну, это такая же жесткая структура. Поэтому, так скажем, и рациональное, не в смысле противоположное рациональному, а в смысле как иная форма организации. Не хаос, а просто иная форма организации. И вот какую он приводит сюда, ту самую, что именно тогда я начал путешествовать в своем подсознании, уходить в самоанализ и все меньше ориентироваться на рационалистические функции мозга. Это вызвало сдвиг в моей архитектуре. Ну, сдвиг на самом деле был принципиальный, и не только в области подхода к архитектуре, но и на уровне самих заказов. То есть все постройки, которые мы с вами смотрели, ну, по большому счету, если называть вещи своими именами, это дача. Просто дача в этом и не более того. То есть такими домами архитектору вы прославиться не сможете. Хотя, любопытно, но путь Корбюзье примерно такого же. Архитектор, которого благодаря пяти тезисам знали во всем мире, на тот момент еще не построил ничего, кроме дачи этих домов. Он строил много где, он строил во Франции и Швейцарии, но первый его большой заказ – это СССР. Для Корбюзье. Это тот дом, который и по сей день стоит на проспекте Академии Казаха. В случае же с Эйзен-Ланом случилось, примерно, то же самое. Первый свой заказ он получает не в Соединенных Штатах, а в Германии, в Берлине, в котором ему потом предстоит создать фактически симпат. За фиолетовый, который дом? Вот такой. Не, а про то, что у нас стоит? Который из розового армянского тупа. Но он уже настолько почернел, изначально он был розовый. Это здание Центра Союзов, так называемое. Здание Центра Союзов, на пересечении Мясницкой и Академии Казахарова. Это первая крупная постройка Горбихи, в принципе. Где впервые эти пять принципов и были воплощены. На, наоборот небольшого. Здесь же, в Берлине, в 80-е годы, Айзенманг воплощает принципиально новые идеи, совершенно новые, которые расширят его архитектурные приоритеты, и которые уже можно считать деконструктивисты. Это просто живой дом. Самый обычный. Но, что в нем необычно? Здесь появляются уже те самые силы, которые я показывал на примере Скорбезье. Этот дом имеет несколько углов смещения. Причем эти углы очень маленькие. На самом деле, оказывается, наш взгляд воспринимает угол смещения именно как воздействие силы, когда этот угол достаточно маленький. В конце концов, в своей карьере, где-то ее в середине, Айзенманг рассчитает. Это 12,25 градусов смещения. Наиболее острого воспринимаемого нашим глазом. Тогда он начнет уже эксплуатировать конкретно этот угол. Здесь пока это делается интуитивно. Это не рассчитано. Но вы видите, насколько любопытно выглядит само построение. Насколько здесь далеко он отходит от логики геометрических построений симметричных. То есть, даже дом, который я вам показывал, где берутся два изначально парных объема, и с ним происходят метамокхозы, тем не менее, он следует единой логике применительно каждому из этих элементов. Здесь же об единой логике, какой бы то ни было, можно благополучно забыть. Достаточно взглянуть на оформление окон. Это именно иллюзия симметрии. Вот оно, своего рода, структура бессознательная. Структура бессознательная нечто, не нечто гибкое, перетекающее и хаотичное, а это еще более ядробное, чем то, что есть на осознательном логике. Это, конечно, воплощено совершенно потрясающе. Вот проект этого дома. Смотрите, какие здесь оси. Раз, два, и там, не совпадающие с этим. Получается, этот дом, как будто бы сделанный ровным, сдвигается под действием незримых для нас сил в определенную, причем как бы разрезанную. То есть не искривляется, как у корбюзья, а именно сдвигается на уровне этажей. Это первая постройка Айзенмана, которая, по сути, отрицает уже все основные вооружения интернационального стиля, потому что дом достаточно пёстрый. Повторюсь, еще раз покажу. Он не просто белая стена, какие мы наблюдали в первых обостройках. И, во-вторых, этот дом уже является постройкой, на которую воздействуют силы. Понимаете, в чем, как бы, интерес этих самых сил? Дело в том, что Айзенман утверждает, что мы их ощущаем чуть ли не на физическом уровне. Когда мы видим постройку, на которую рассчитано, как будто она чем-то прятана или она чем-то искажена, это именно такой же уровень напряжения, как, ну, там, предположим, диссонанс в музыке. То есть мы это физически воспринимаем, как движение. Определенное движение на уровне самого пространства. И такая пульсация в доме создаёт именно художественный эффект. Эффект, не переводимый на уровень слова, но, тем не менее, эффект близкий слов. Дом имел значительный резонанс. Он почти сразу же с ним выпускается, марка в Германии. О, он 87-го года, если не изменяет память. О, и ещё один ракурс. Здесь наиболее хорошо видно вот эта траектория отклонений, смещения. И также, ещё заметьте, как пульсируют высокооком. Они не симметричны, они не одинаковые. Вверху больше, да, окна потом меньше, опять больше и меньше, и дальше уже рязнь нарушается, дальше уже идут только большие окна. Было бы интересно провести социологическое исследование, как меняется мышление у людей, которые живут в шедеврах архитектуры. Особенно в таких шедеврах, которые изменяют само пространство. Там у интерьера очень много чего стоит. Итак, почти одновременно с жилым домом в Керлине, Айзенман в Соединённых Штатах строит пожарную часть. Пожарная часть Груклини, 83-85 год. И дальше сам взгляд на ракет этого здания уже демонстрирует, насколько далеко ушла мысль архитектора в этой постройке. На первый взгляд мы видим близкую к его ранним строениям групп геометрических форм. Есть обозначенные множественные объемы, смещение на 45 градусов, рубики-рубики. Но что здесь появляется принципиально вороба? Это конфликт смещения углов здесь становится уже не просто двумя, но трех мер. Как бы обрезанное внешней стеной здание вот этот объем крыши, расположенный на 45 градусов по отношению к нижнему губу, отражается в разметке асфальта. То есть создается иллюзия того, что продолганная стена ушла под землю. Такого еще у Айземана мы не встречали. И тем не менее, даже это еще и рациональный подход. Хотя и значительно более оригинальный. Он показывает, насколько он уже переосмысливает в принципе здание как таковое. А вот это уже и рациональный подход. Нехватка с одной стороны компенсируется совершенно иной формой. Помимо прочего, именно в этом здании впервые появляется одно из основных качеств деконструктивных построек, построек деконструктивизма. Это агрессивное вторжение в городскую среду. Здесь мы видим клим. Острый, обшитый металлическими листами. Это облик такой, обозначенный в данном случае вот этим кореноидным выступом, намекает и отсылает к другому произведению. Произведение, наверное, которое стало визитной карточкой деконструктивизма. Это произведение принадлежит работе ученика Айземана. Это Даниэль Либетский. Вот клим, вырывающийся из стены. Это фасад Королевского музея в Антарио. Либетский, да. На самом деле, это постройка 90-х годов. Здесь речь идет о 80-х. И до того, как Либетский создаст вот этот свой шедевр, на самом деле, аналогичные же примеры мы уже будем встречать у Айземана. Хотя для Либетский это стало фактически визитной карточкой. То есть получается агрессивное вторжение внутреннюю среду и внутренний конфликт самого здания. Заметьте, о Либетский речь идет о реконструкции старой постройки. То есть это-то не острое. А здесь идет о том, что таким же образом врезается, взрывается постройка, созданная одновременно. с этим. А. И здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы посмотреть, что происходит в это время в области интеллектуальной деятельности в мире в эти годы. Дело в том, что я уже упоминал, что в 70-е годы Жак Лакан реабилитирует наследие Фрейда. Жак Лакан является одной из самых важных фигур в истории психоанализа. И в 70-е годы он вводит триаду воображаемое, символическое, реальное, которое, я надеюсь, все услышали, потому что она стала глиугольным камнем для литературно-критической мысли со второй половины 20-го века до наших дней. Так вот, с чем это для нас может быть важно? Лакан утверждал, что есть три уровня человеческой реальности, которые являются одновременно и взаимодополняющими, и взаимоисключающими. Первый – это воображаемый уровень. Это уровень того, что мы видим и воспринимаем. То есть все, что угодно. Вот это воображаемое. Ручка вот эта, это нереально уровень. Это уровень воображаемого. Это то, что я воспринимаю. Символический уровень – это уровень организации означающих. Это уровень организации единарной речи. То есть, по каким образом мы можем что бы то ни было помыслить. Даже простой набор слов, которые мы выдаем, это организованный поток, который подчиняется логике структуры означающих. Это наиболее характерно на речи безумных. То есть, по речи безумного, на самом деле, очень легко определить, к какому веку он относится. То есть, миф о том, что безумец свободен от Бога. Реальность был развеян полностью. На самом деле, безумец наиболее не свободен. То есть, если себе представить стерку, означающую батарею, означающую именно в виде картезианского пространства, то человек, используя речь сознательно, по нему как грамотный мореплаватель, передвигается, да, по этому пространству, а безумец просто по этому морю болтается, как будто не умеющий управлять парус. Но это еще и не значит, что само пространство куда-то делать. Как была сетка означающая, так она не осталась. Именно Лакану принадлежит заслуга прочтения Брейда в лингвистическом ключе. Он доказывает, что структура фантазии нашей, структура наших слов судьба лингвистическая. Есть хороший пример из древнего мира, пример с Арестандром, к которому пришел Александр Великий, что кто-то расшифровал ему сон. Александру Великому перед одной из битв приснился Сатих. И он хотел узнать, что бы это могло узнать, стоит пить и ногу или нет. На что ему Александр ответил, он расчленил слово Сатих на Са и Тирос. Получил Тир будет твой, твой Тир. Александр пошел вдвойной на Тир и покорил его. Хороший пример того, как на самом деле функционирует бессознательно. Не на уровне образов, их прочтение на уровне воображаемого. Когда мы смотрим на произведение искусства, как на дерево или на водопад, когда мы его читаем на уровне его структуры. То есть наши фантазии, наши смы оказывается функционируют в еще более в 6 степени структурированы, чем наша сознательная деятельность. И, наконец, последний уровень по лакаму, это уровень реального. Это, собственно, как вещи, ситуации и силы организованы самим. То есть этот уровень не может быть сигурализирован. То есть в каком-то смысле он для нас недоступен, потому что мы мыслим только через сетку означающих. Так вот, диалектика этих трех уровней, воображаемого символического и реального, выражена в форме пересекающихся колец. Ну, флакан. Это триада обозначена в семинарах 74-75-го годов. То есть очень близко к рассматриваемому нами времени. Тем более, если учесть, что это континентальная Европа, здесь Штаты, это не сразу распространяется. Вот так это графический утверждитель. Взаимовключить связанные полицы. завязанные друг на друге. И вот что интересно. Принципиальная мысль лакана является то, что он впервые не определяет с базовой своей категории. Вы всегда привыкли. Что есть словарное обозначение. Более того, во многих вузах даже требуют это фиксировать или в той или иной форме заучивать. Как это позиционируется, той или иной школой. Так что вот это значит тот это мы определяем таким таком. Так вот, для лакана ни одна из его ключевых категорий либо не была никогда определена в его трудах, либо получала столь множественное количество определений, что по сути синонимично неопределение. Главная его категория желание, которое движет все и вся, так и не получила определения за все почти 30 томов его семинаров. Но что же, почему же тогда мысль научная и чем это может быть связано с Азинманом? Дело в том, что лакан определяет не на уровне слов, что это-то значит это-то. Мы уже с вами уяснили в начале сегодняшней лекции, какой подвох в этом есть. Это канон. Он себя взлетает изнутри. Он определяет отношения между категориями своей. Вот их он выстраивает очень точно, но не определяет сами категории. То есть таким образом ему удается ускользнуть от символического уровня и обозначить, намечить реальное. Представьте себе, достаточно простой пример такой. Пример с богатым и бедным. Само по себе определение что такое бедный, оно абсолютно ничего не значит. То есть оно решено какого бы то ни было смысла. Это то, что имеет определенную противоположность отношения от понятия богатый. Так же, как и богатый не имеет никакого смыслового содержания. То есть его наполнение его контент равен 0. Но представьте себе, что мы предположим, что у которого там мало всего, но простите, человек, который обладает каким-то ржавым велосипедом где-нибудь в джунглях Амазонии, может быть вождем плене. То есть в этом контексте он богатый. А человек, у которого BMW, не Бентли, он живет на Рублевке. Вам простите, бедный. В полном смысле этого слова. Это имеет только соотношение по сравнению с контекстом. То есть тот контекст, в который мы попадаем и определяет, задает вот эту сетку отношений. Поэтому определить это-то значит это, по сути, значит канонизировать, то есть дать этому понятию разорвать себя изнутри. И вот это очень важная идея для Айзенмана. И в смысле его книги о Камоне, и в смысле той постройки, которую мы сейчас будем рассматривать. Это первая его постройка, которую можно рассматривать именно на уровне культурного кода. То есть считывать ее на уровне смысла вербализуемого, а не геометрического. Это центр визуальных искусств и библиотека Верснера. Это конец уже 80-х годов, завершена была в конце 80-х годов. Заметьте, на самом плане мы видим три разорванных кольца. Вот одно разорванное кольцо, вот одно разорванное кольцо, и вот оно разорванное кольцо. Напомню, что у Лакана, несмотря на вот это изображение, каждое из колец, когда оно наслаивается на другие, а мы его исключаем. воображаемое его взрывает символический уровень, символический уровень абсолютно, то есть реально несимволизируемый и так далее. Мне понятно, что воображаемое скрывает реальное и так далее. То есть каждый из этих уровней не может сосуществовать вместе. Мы можем проводить анализ только на каком-то одном из них. и тем не менее они как бы объединяются в форму нашего возможного нашего познания реальности. Вот оно воплощено фактически чуть ли не графическим образом. Эти же три кольца взломаны единым зданием. В здании мы видим снова углы. Углы с малым отклонениям, которые воспринимаются наиболее кривонами, как наибольшая кривизна, как в том доме в Берлине. Но здесь появляется и уровень культурального кода. То есть это уже не просто геометрия, это уже здание философское в каком-то смысле. Ну, на уровне триады лакановской представьте себе, что воображаемое это то, как выглядит это здание при взломе просмотра. А символический уровень это то, как оно выглядит при пристальном чтении, когда мы читаем его как код. И наконец уровень реального это просто энное количество масс и плотности расположенной в этом пространстве. Это то, на самом деле, что мы не сможем воспринять никаким образом. В это все равно воспринимаем через хитр символическом уровне. Просто мы предполагаем, что так как это здание, то наверное у него есть определенный материал, оно определенное место занимает и так далее. Вот это лакановская отряда представленная на уровне данного дома. Вот как выглядит эта постройка. в чем ее интерес? Дело в том, что Айсен это не старинное здание. Вот эту башню здесь видите, псевдо средневековую, это не старинная башня, в отличие от аналогичного примера, сопоставления старого лога, у Лидискинда, который я показывал в музее в Антарио. Это строилось одновременно. На этом месте согласно историческим данным когда-то стояла башня. И Айсен условно восстановил башню. Но причем понимаете, каких смыслов он сразу ему придало этому произведению. С одной стороны мы можем сказать, что вторжение вот этой стеклянной конструкции стекла и металла в разрывающую эту башню, но это можно прочесть как банальный конфликт отцов и детей. Вторжение чего-то нового в устаревшее прошлое. Смена парадигм, смена форм мышления. Вот этот как раз пример еще больше похож на Лига Скинг. Как здесь именно как бы старинная постройка разрывается в новом степени здания. Это можно прочесть и как внутренний конфликт, как превозможение архитектурной постройкой самую себя, о чем писал Дилетар. Можно прочесть и по-другому. Это чисто эстетическое сопоставление глухой стены и просвечивающей стеклянной конструкции. А заметьте, у того, что дает депривацию свету, пресекает свет, и то, что выпускает свет, символическая нагрузка тоже совершенно разная. Напомню, для европейской христианской традиции свет единственная форма зримого божества. не цвет, а свет как такового. Но здесь есть и еще интересные параллели. Это идея с одной стороны уже сломанного. Эта башня как бы разрушается и еще недостроенного. Вход в это здание выполнен в форме леса. Сознательно в форме леса. Они, кстати, огромные. И есть в этом еще одна идея. Идея, на мой взгляд, самая важная. Она не значит, что она подчиняет себе то, что я сейчас только сказал. Она не включает эти концепции, но для деконструктивизма она, пожалуй, троевольная. Дело в том, что Жак Деррида в своих работах подвергает критическому взгляду линейность технологического времени. То есть мы привыкли, что время подряд идет. А он вводит тезис, который называется второе раньше первого. И в этой постройке он воплощается просто великолепно. Покажусь вам на примере. Представим себе, что происходит некое событие. Вот это событие. Оно произошло... Да? Извините, а почему мы не делаем слайд-шоу? Просто картинки больше будут. А потому что они выйдут за пределы. Уже в прошлый раз не было. Ну, это же фон выйдет, а картинка будет... Давайте попробуем. В прошлый раз это очень плохо закончилось. влезает? Сейчас все влезает. А то там было не отстроено в прошлый раз и было очень неудобно, так как почти все облезалось. Так вот, что такое второе раньше первого? Представьте себе, что происходит какое-то очень значительное событие. Событие, которое принципиально меняет ситуацию. Когда это событие произошло, мы начинаем анализировать, какие у него были причины. И эту причину находим. свидетельствую. Казалось бы, что может быть проще? Была причина, получилось следствие. Так вот, если мы действительно считаем, что это первое событие, ну, собственно, основное событие, поменялось ситуацию полностью, то это значит, что вот эту причину мы начинаем искать все-таки координаты установленных здесь. И значит, что эта причина на самом деле является следствие. Понятно? Это сложная идея. Примеров очень много. Пример классический соотношение, допустим, культуры и природы. Да, культурный человек, да, и природная. Кажется, что, ну, понятно, что из этой пары противоположностей сначала появляется природная, потом культурная. Но вот в чем проблема. Природа это немного-много деревьев. Природа это концепт. Концепт человеческой культуры. Более того, концепт, который появляется в виде пары противоположностей природной и культурной на пике развития культурного человека. то есть в XVIII веке и конкретно в работах Руссо. Таким образом, сопоставление культурного и природного как противопоставление природного как более раннего по отношению к человеку как более позднему появляется только тогда, когда человеческое концепт уже состоялось. И на самом деле, то, что кажется причиной, является следствие. Есть примеры в области искусства. Допустим, такое направление как минимализм в искусстве XX века как правило считается возникло как отрицание усложненности авангарда опять же XX столетия. Но если мы проанализируем историки этого направления минимализма, то кажется, что оно не просто предшествовало авангарду, а это уже о многом говорит, что оно самостоятельно. Но во многом развивалось с ним в одних утекших источниках. Можно спросить, если оно было протестом на авангард, то как оно могло одновременно являться? Я понимаю, вы об этом говорите, но можно еще раз об этом. Оно осмыслилось как протест на авангард и осмыслилось как автономное, то есть как минимализм. Только когда возникла сама эта мировая. когда появилась противоположная? Да, только когда осмысляется, приведу еще один пример, на этот раз из Леотара, как функционирует невроз. Когда возникает невроз? Тогда, когда невротик пытается решить проблему невроза. Вот в чем дело. На определенном объекте только есть что-то противоположное от невроза. Только когда складывается уже новая сетка координат, только тогда, исходя из нее, мы видим якобы причину, именно по этой причине вам ни один физик не скажет о причинах большого взрыва. Потому что это установившаяся сетка координат, в случае физических координат. И простите, у нее причины не может по определению. То есть все причины, которые мы будем обосновывать и выводить, это будет именно второе после первого. И в таком случае это здание идеальнейшим образом демонстрирует эту идею. С одной стороны это символ старого. Это башня, которая действительно там не совсем такая, но исторически была. Но эта башня во-первых строится после уже современного центра. А во-вторых она естественно заложена в проект тогда, когда уже было решено построить новое здание. Это та старина, которая возникает после нового. Вот это идеальный пример, как философская концепция со временной более того хорошо известной Айзенману, он друг Деррида, отражается на архитектурной постройке. Получается, архитектурная постройка является в полном смысле слова философской текстовой. Если была утрачена работа Деррида, посвященная второму раньше первого, то простите, на эту мысль могла бы нас навести просто эта постройка сама по себе. То есть эта постройка хоронит этот интеллектуальный код. Он может быть через нее считан. Ну еще раз приведу сопоставление Либерскинда и Айзенмана. Здесь я думал почти очевидно. Вот только у Либерскинда как ни странно идейного содержания оказывается не соизмерима меньше. Да эта постройка уникальная не спорю что ее эстетические характеристики просто потрясающие но тем не менее это просто новая вторгающаяся в старое. Можно спросить является ли чем-то подобным Санта Мария Маджоро который сделан Макеланджело вырубив в скале то есть там скала изначально то есть некоторым родят что же самое что-то какая-то древняя форма то есть скала которая остается и внутри которой уже устраивается здание Вот смотрите вы сейчас как раз своим вопросом идеально подтверждаете идею Деррида хотя он несколько иного уровня потому что естественного времена Микеланджело сама по себе сердце как ординат была другая то есть он не мог мыслить поопределить но мы сейчас можем это так помыслить потому что мы сейчас находимся в том же измерении что и Деррида который не так давно скончался то есть сейчас мы можем сказать что да это исток потому что мы находим это как второе раньше первое здесь получается старинное здание и так существовало а здесь старинное здание достроено к современному по смысловому содержанию конечно же работа Айзин Вану намного глубже хотя Лебис Кинг повторюсь это абсолютный классик это ученик Айзин Мана но о нем кстати может быть и будет еще лекция у него тоже есть очень интеллектуальные многие построены чем уникален этот центр понимаете Айзин Ман я уже помню на первой лекции говорил он всегда говорил что здание должно ставить проблемы а не их решать и проблем он поставил очень много в том числе и проблем в принадленности этого слова именно учим это здание которое предполагалось для экспонирования живописи наподобие той же Третьяковской галереи выставочница и есть только одна проблема в нем почти нет стен на которые можно было решить эти линии и опять же это задает целый ряд очень важных идей линии с одной стороны это может показывать насколько сложно в наши дни в эпоху современности стать произведением стать классическим невозможность новой ситуации чтобы там разместить много мы можем только мало и то очень странным образом с другой стороны это может намекать на идею естественного отбора то что это борьба то есть мы должны выбирать что мы туда повесим потому что повесить много не сможем хотя здание огромное и с другой стороны так как постройкой только внешне выглядит деконструктивистской внутри она решена в эстетике приближенной к стилю хай-тек хотя он взрывается как таково это может намекать на неуместность современного искусства в мире потребления я покажу как выглядит интерьера интерьера совершенно уникальна я не думаю что вы где-то еще сможете увидеть где колонна уходит в лестницу я конечно понимаю что тоже философских шаг такой в это время у нас в америке разводствуют трансперсональная психология чарльз старт один из ее основателей у которого ключевая идея является идея осознанного наш человек функционирует как автомат он погружен в культурный код который называют гипнозом и для того чтобы что-то реально увидеть нужно выключаться то есть из этого гипноза то есть быть осознанным ну вот если вы не будете здесь осознанным а это музей где нужно воспринимать очень остро воспринимать то вы просто пишетесь в эту колонну спускаясь и поднимаясь по очень простой но такой содержательный ход или обратите внимание вот собственно как выглядят стены то есть там в основном не стены там в основном окна причем в очень специфическом проекте заметьте надо было же догадаться поставить именно здесь пуфики таким образом где угол отклонения окол от потолка как раз приближен к 12,25 градусам именно в этом здании впервые эта цифра появляется 12,25 как наиболее наибольшая кривизна то есть понимаете что такое окно окно задает рамку для восприятия того что за окно и то есть получается саму природу мы воспринимаем неожиданно вот таким углом то что воспринимаем как максимальный дискомфорт максимальная кривизна так что даже на уровне каких-то простейших внутренних элементов оно задает определенные аспекты сменяющие нашу точку зрения но я думаю что конечно же живопись выставленная в таком здании наконец-то обретет возможность ее видения то есть вы вспомните работу того же Уахала который копирует быть течели в чем смысл был этих работ показать что искусство в наше время не может быть увидено как раз особенно не могут быть увидены известные изготовления искусства почему мы видим не их мы видим штамп мы там восторгаемся быть течели не потому что это хорошее произведение пусть это быть течели как можно ли сейчас прочитать действительно прочесть Анну Карину я в этом сомневаюсь вы знаете что это Анна Карина что это очень здорово что это много раз экранизировалось что это оказало влияние на всю народную культуру мы реально выросли в этой культуре которая в том числе конструировалась благодаря этому произведению искусства можем ли мы ее просто прочесть как текст это почти невозможно сама встраиваемость в культуру так скажем их он как их называют изиман мешает их чтению для того чтобы их наконец-то увидеть на самом деле нужно полностью поменять весь контекст и поэтому такое оригинальное решение для музея в котором выставляются произведения искусства это конечно большое очень дело ну и наконец собственно то о чем я уже говорил это постройка в прямом смысле слова деконструктивная потому что ее вход это леса леса поставленная навечно если башня у нас как бы разломана то это создается иллюзия его недостроенности деконструкция в прямом смысле перестройка здания как процесс как вечный процесс перестройки кстати эти леса занимают едва ли не большую часть объекта на что это еще нам намекает я не случайно начал сегодня показывать ранние вещи хотя их интеллектуально интерпретировать почти невозможно было намеченный объем то что было в ранних его расстройках контраст между реальной стеной и стеной которая просто намечает объем там были выступающие пиломы или выступающие элементы конструкции здесь это преобразилось в леса следующие же работы для Деррида которые наверное являются визитными карточками деконструктивизма как такового не Деррида а Зимана деконструктивизма как такового это две его японские постройки и они будут посвящены немножко иной это уже конец 80-х это проект здания как вы видите углы с малым отклонением здесь педалируются до предела возможного это и есть идея Деррида о взламывании любого концепта происходящего из него же самого здесь здания заметьте не все кривое только одна его часть разрывает как бы кривом составляющей при этом очень точно продумано куда можно быть вписано по контексту если многие авторы то есть авторы работающих в интернациональном стиле не особенно контекстом не заморочивались одинаковые постройки строились то есть что в Латинской Америке что в Европе то здесь контекст продуман безупречно что мы видим на первом плане вице реки старые полуразваливающиеся здания древнего старого Токи современные урбанистические постройки как раз в интернациональном стиле выполнены а здесь айзермановский проект новая урбанистическая как бы разваливающаяся постройка она как бы сыпется еще больше чем эти старые дома и в то же время она абсолютно надежна она устойчива то есть он в ней взрывает основное положение архитектуры положение надежности понимаете дело в том что то есть положение античное о том что здание должно быть надежным его очень часто интерпретируют то что оно должно быть визуально надежным понимаете то что оно должно быть надежным это очевидно Если дом будет ненадёжным, то это не дом, плохой дом. То есть положение надёжности нужно интерпретировать как то, что дом, когда мы на него смотрим, должен производить впечатление надёжности. А впечатление надёжности этот дом не производит никаким образом. Мы видим сложнейшую игру трёхмерных объёмов. Смотрите, там окна-то ещё многоярусные, и они тоже смещены, как правило, на малые градусы. Дело в том, что Япония – это, наверное, единственная страна, где можно было позволить столь авангардные проекты, ибо японцы очень высоко ценят иное пространство для иного типа мышления. То есть для японцев вот такие мелочи, мелочи, искажающие пространство, создающие новое пространство, очень важны. И может быть, кстати, не случайно, что Япония во второй половине двадцатого века делает такой уникальный технологический прогресс. То есть в Японии очень много сверхспецифических пространств. Вот смотрите, как он ещё выглядит. Вот как окно. Дело в том, что в это время, наверное, ключевая идея в осмыслении человека – это человек превращается в конгромерат. Ну, я надеюсь, что вы знаете концепцию желающих машин «Желеделёза», но если не знаете, я её в двух словах обрисую. В эти же годы выходит ключевая работа Желеделёза и Филиппа Гватарина «Капитализм и шизофрения», работа, которая стала, наверное, одной из самых важных в двадцатом веке, в принципе, в философской мысли. В чём основной посыл этой работы? Мы всегда привыкли, что биологический субъект, то, кого мы называем Я – это нечто единое, нечто целостное. Но этому нас учит право. То есть, ну, есть паспорт, всё, что вы сделаете, будет исполковано как ваши действия. Однако, делёрз и гватари – это существенно оспорим. Но, например, если, допустим, я сейчас возьму скакан воды и буду из него пить, я образую конгромерат. Рука, рот, вода. И все люди, которые в данный момент пьют воду, образуют единого субъекта. То есть, субъект оказывается смещён по отношению к субъекту права. Субъекту, которого вы называете Я. То есть, когда вы пьёте – это одно. Когда вы пишете что-то – это другое. Когда вы там фильм смотрите – это третий и так далее. То есть, каждый раз вы по логике этих желающих машин делёза расформировываетесь и с чем-то объединяетесь. И в данном случае, когда вы пьёте обувь стакана, простите, стакан является такой же частью вас, как субъекта, как ваша рука. И в то же самое время, как бы количество стульев, условно, у нас одинаковое, но если раньше на каждый стул биологическое тело рассаживали одного субъекта, биологический субъект равен философскому субъекту. Делётся – это смещает. Получается, что есть, не знаю, играющий субъект, есть пьющий субъект, есть пишущий субъект, курящий субъект и так далее. И он будет распределён совсем не тем же самым образом, как распределяетесь или по вашим паспортам. То есть, человек образует своего рода, с одной стороны, образуется как конгломерат, а не организм. То есть, состоящий из отдельных, по сути, не связанных частей. С другой же стороны, таким же конгломератом являются эти виртуальные субъекты, которые состоят из вас пьющего, из вас курящего и так далее. Так что, вот эта идея, она в высшей степени, по-моему, наглядно отражается в японских постройках Айзенмана. Вот он, конгломерат. Это множество, которое вроде как организовано во что-то одно, но оно этим одним никаким образом не является. Здание-то вроде одно, но все его элементы, элементы, которые могли в него войти из разных зданий. Причем здания, которые стоят явно под разным углом. Смотрите, как это решено во уровне плана, и как это совершенно потрясающе решено в интерьере. Вот здесь нужно быть очень внимательным, когда вы будете перемещаться. Здесь все не ровно. Абсолютно не ровно. И еще несколько уникальных планов. Вот он, конгломерат, в чистом виде. Это то, что объединено просто фактом самой единой постройки. Больше ничего. Естественно, здесь очень сложный расчет требовался, потому что, повторюсь, чем более сознательным является действие, тем в большей степени оно в какой-то мере может ускользнуть от символического уровня. То есть, чем более оно бессознательное. То есть, чистый полет фантазии – это в чистом виде скольжения по все-таки означающим. Так что, опора на то, что любят в парафанной литературе называть вдохновением – это, простите, то, что не ваше в полном смысле этого слова. Поэтому, для того, чтобы создать иллюзию случайности, требовалось совершенно колоссальный и сложный расчет. Именно интеллектуальный и сложный подход. Вторая же постройка в Японии искажает уже все здание. А здание как будто рушится. Ну вот, например, собранный этаж нового стола. Или вход в здание. Ну что? Спасибо. Если бы не осталось никаких работ философов 60-х, 70-х годов, только такие дома, то, повторюсь, это из них самих можно было бы вывести. Нет, там указатели есть где вход? Вот вход? Нет, ну указатели, просто попробуй найти в таком знании. Ну да, можно пытаться сообразить. И очень красивый ночной кадр. Все фотографии с официального сайта, извиняюсь. Ну вот здесь внутри нужна очень большая выдержка. Оно как бы не прямое. Совсем. То есть, этажи в полном смысле слова уходят под землю. Должна же существовать тогда мебель в виде интерьера, которая бы входила в такие здания. То есть, должно же существовать особые шкафы, которые бы... Правильно говорите, потому что, допустим, в Баухаузе или тот же Корбюзье для своих архитектурных объектов создавали специфическую мебель. Более того, мебель запонтетованная Корбюзье до сих пор производится. Она имеет каталожные номера и она очень хорошо продается. Ну, а земман, насколько мне известно, созданием мебели не занимался. То есть, здесь нужен хороший дизайнер, который смог бы соответствующую мебелировку провести подобного помещения. Но вопрос правомочный, потом комментарий правомочный, потому что действительно многие архитекторы и мебелировку создают. То есть, создают полностью пространство. Как таковы. Таковы. Теперь же, когда мы уже посмотрели достаточное количество примеров, я бы хотел несколько слов сказать. Вот Деррида, наверное, самый логичный из всех философов 20 века, самый последовательный. Именно по этой самой причине многие считают его чуть ли не любителем провокации и парадокса. Понимаете, если быть очень последовательным, более последовательным, чем наша речь, будет создаваться впечатление, что это просто игра в вас. Деррида, как вы видите, скончался уже в 21 веке. Вы все являетесь его современниками в той или иной степени. И рассказывать о нем можно долго-долго, но для того, чтобы его идею обрисовать, я выбрал всего одно понятие, которое на творчество Айзенмана оказало, на мой взгляд, самое значительное воздействие. Это понятие «различание». Именно «различание» противовес различий. Знаешь, дифферанс, оно пишется на французском. То есть это такой неологизм, придуманный Деррида. Что такое «различание»? Это борьба с единым. То есть основной посыл Деррида, что все проблемы, все заблуждения мысли человеческой, все заблуждения философские связаны с тем, что мы концепты, которыми пользуется философия, концептами Бога, справедливости, любыми другими, мыслим как единое. А эти концепты всегда содержат в себе как минимум две составляющие, противоборствующие между собой. Ну, такой классический пример, который обычно любит приводить отечественный философ Александр Смулянский, это культура и культура. Казалось бы, концепт культуры, да? Это единое некое пространство. Но, думаю, не нужно объяснять, что такое культура, которая фигурирует в грантах на культуру, в официальных документах о культуре. А это, простите, текст эпохи, именно официальные документы. А с другой стороны, та культура, которая, собственно, эту культуру создала, то, что считается ценностями в наше время. То есть, тот же Бродский, который со временем воспринимается как контакт культуры. То есть, то, что создается, как некая ценность, как правило, создается вопреки этим ценностям. Все, происходит взрыв. Даже на уровне какого-то совсем банального, то, что мы называем культурной речью, речь эрклинизированная. И той речью, которую в своих некоторых стихах себе позволяет тот же самый Бродский. То, что мы называем бранной речью, не культурной. Но он же ей создает культурное пространство. Или крупнейший отечественный художник 20-го века второй половины, Рогинский. Который, простите, маты на своих картинах писал. Это была идеальная прессовка того пространства, которое есть. Понимаете, когда Уахал изображает красивый стул, который продается в магазине. Это одна идея. Да, это стул, на нем обязательно не будет человека, потому что в мире вещей человеку нет места. А когда Рогинский изображает такой вот стул, только еще скандал, советский стул, в искаженном пространстве какой-нибудь коммуналки, и написано, суки, стул. Вот это обрисовка культурной пространства. Вот это идеально схваченный концепт, культурный концепт. И можем ли мы рассматривать в данном случае правную лексику, как лексику антикультуры? Нет. Вот в чем дело. Понимаете? То есть оказывается, что сам по себе концепт, даже такой простой, казалось бы, концепт культуры, является чуть ли не взаимоисключающей составляющей в моей лекции. И то же самое, как Рогин Деррида, есть абсолютно во всем. То есть каждый концепт содержит в себе свою противоположность. И различание – это отделение одного от того же самого. Различие – это различие, там, не знаю, между книжкой и лекцией, да? А различание – это между тем, почему эта книга Айземана – это книга Айземана, и почему эта книга Айземана – это книга Айземана. Понимаете? Вот что сделал Деррида. Он бы разведел… Чем эта книга сама по себе может себя противоречить? Почему она сама по себе задает двойственные концепты вещества? И именно вот эта идея была отражена в тех особенно японских постройках, которые я вам показывал у Айземана, где дом противоречит самому себе. Что такое вообще дом? Это жилище, которое должно быть устойчивым, да? Это основные ухо. Оно должно быть удобным и устойчивым. Будучи удобным и устойчивым, оно одновременно является и неудобным и неустойчивым. Но второе не исключает этого. Вот в чем дело. То есть сам факт удобства, оно задает иные его параметры. Оно противоречит тем, которым мы привыкли, и задает другие. Но это не значит, что ему неудобно. И в этом же русле развивается мысль Айземана и последующие годы, до определенного перелома, когда начинается его последний период творчества. О нем мы тоже сегодня немножко поговорим. Он будет связан с мыслью другого философа. А здесь же, уж коль скоро сказал я А, то нужно сказать и Б. Так как в 1967 году уходит не только книга Деридарта о грамматологии, в которой он определяет новую тактику понимания искусства как такового, но и книга Ролана Барта «Смерть автора». Были твои основные работы Юлии Кристевой, да, в этом же? То есть интертекстуальность Кристевой тоже в этом же году появляется, как понятен. В чем пафос работы Барта? Это очень будет похоже на то, что я рассказывал сейчас про конгломерат с Дерезом. Дело в том, что Барт показывает, что раньше автор мыслился по аналогии с творцом. Когда был творец, творец в христианской версии, он творец, творящий мир из ничего. И, естественно, по этой же аналогии считываются художники на протяжении достаточно большого количества времени. То есть художник свободен в своем творчестве, и он создает именно из ничего. Да, я вот беру ручку, я что-то пишу. Я создаю там стихотворение, музыкальное произведение или картину. Барт показывает то, что на самом деле это не соответствует действительности. После того, как в 19 веке Бог умер, как известно, фраза на самом деле принадлежит не Ницше, а Гегелю. Ну да ладно, известно, она стала благодаря. Так вот, после того, как отказывается философия от идеи Творца, естественно, исчезает и идея подобия творящего художника с их Богом. И Барт вводит совершенно иное понятие автора. Он говорит, что автор не работает с ничем, он не творит из ничего. Автор работает с понятием письма эпохи. То есть, автор в его произведении просто цитирует огромное, компилирует огромное количество цитат, которые возможны в наше время. То есть, любой текст... Почему текст так легко с точки зрения историка определить, когда он был создан? Да потому что он отражает письмо своей эпохи. И автор является не автором этих строк в полном смысле слова, а компилиатором. Он составляет из наличествующей массы, означающих в определенном порядке скрепленных, свой текст. Это радикально новый взгляд, переосмысливающий вообще понятие автора как такового. В еще большей степени он, наверное, представлен в работе Мишеля Фукового лекции об авторе, где Фуков говорит, что автор – это маркер на телеписе. Это просто некий каталожный номер, по которому мы можем считывать, что вот этот-то человек таким-то образом компилировал концепции своего времени. А само письмо, как и Вселенная, является просто саморазворачивающейся структурой. В контексте истории она просто саморазкрывается. В таком случае автор мало чем отличается от изобретателя, то есть от человека науки. То есть ученый открывает определенные закономерности мира, то есть автор открывает определенные закономерности письма своего времени. Эта идея действительно в высшей степени соответствует реальности, потому что представьте себе, ну, можем мы все вообразить, что там какой-нибудь Бах, если бы он родился сейчас, что он стал бы писать музыку, какую он писал в 18 столетии. Это абсолютно невозумение. А это значит, что он выражал не себя, а свое время. Автор не выражает себя. Само слово «себя» остается, может, тут большое сомнение. Но если текст – это организованный определенным образом цитаты, причем цитаты анонимные, цитаты, не принадлежащие никому, это значит, что тот смысл, который закладывает произведение автор, не является единственным, и тем более исчерпывающим. Если автор не знает, чьи эти цитаты, они имеют свой след определенный, эти цитаты, текст разрывается внутртекстуальность. То есть, любой элем текста может быть рассмотрен с точки зрения его амплификационного ряда, с точки зрения его символических соответствий, с другими текстами, как этой эпохи, так и эпохи немного предшествующих эпохи традиций. То есть, традиции предшествующей эпохи. Но, это уже идея крестивой, которая тоже в это же время появляется, кстати, не случайно, что все тексты появляются в одном году, это как раз показывает, что даже на уровне таких грандиозных открытий в области мысли, они даже не принадлежат этим авторам. То есть, они все втроем благополучно к этому пришли. А я вам показывал, как к этому уже приходит тот же Уорхал или Корбюзье в поздний период творчества. Абсолютно точно они не могли знать наработки французских мыслителей, тем более, что они это делают чуть-чуть раньше. Письмо эпохи поворачивается и раскрывается перед нами с какой-то новой гранью. Если интересно, то у меня есть на эту тему лекция, просто раскрыть этот материал в пределах допустимого у вас лимита времени невозможно. У меня есть видео лекция, называется, что значит быть автором в эпоху постсовременности. Это с простыми примерами на полтора часа развиваю эту мысль, что значит быть автором сегодня. Потому что для вас, я думаю, это очень важная проблема, проблема авторства, понимания такого, что значит текст. Потому что, конечно, принимать текст, как его принимали в 19-е веке, сейчас абсолютно невозможно. И вот эта многосоставность текста, текста, который на самом деле, помните, я вам показывал, что мы можем лишь передвигаться по батарее означающих. А что такое батарея означающих? Как она организована? Это и есть то, что Кристио называет цитатами, интертекстуальными цитатами. Это слова, организованные в определенной последовательности. Были даже ледикальные идеи ученых-американцев, то, что у этого, у батареи означающих есть пульс во времени. То, что определенное время, то есть именно время такое, в пределах суток, не время в смысле, абстрактная единица, а в пределах суток определенные слова грузируют в определенной загромерности. Таким образом, ряд американских ученых пытался доказать явление синхронии, когда, допустим, одна и та же мысль или одно и то же слово приходит людям на одно и то же самое время. Понятно, что эта идея потом не получила дальнейшего развития, это, на мой взгляд, уже перебор, но тем не менее показывало, насколько жестко наш текст вписан в ткань этой сетки означающих. Так вот, когда Дилёс формулирует свою концепцию автора, он изображает это следующим образом. Он говорит, что когда художник начинает рисовать шедевр, этот холст, пустой холст, он не чистый, он полностью заполнен штампами и стереотипами, клише. И художник, если он действительно создает нечто революционное, ему удается провести так линию, которая сбросит часть этих штампов с холста, уже заполненного холста. То есть, пустой холст пол так же, как пустой лист бумаги полностью заполнен. Я, по-моему, приводил в качестве примера такую ситуацию, но на всякий случай, если вы захотите убедиться в том, как функционировать сетка означающих, достаточно просто провести такой простой мыслительный эксперимент, который можно не просто мыслительным сделать, но и на практике реализовать. Открыть тему, на каком-нибудь форуме и подкинуть туда какое-нибудь злободневное означающее. Например, репрессивность. Что есть репрессивность сегодня в России? Вам на это постепенно начнут отвечать, пойдет обсуждение, это начнет нарастать и выльется в некую некий текст коллективный. Более того, будет складываться сначала впечатление, что каждый из людей, отстаивающих свою точку зрения, очень искренне пишет, что это его точка зрения, она именно выстрадана болью и кровью. Так вот, если вы сделаете то же самое после этого, еще раз, на другом форуме, сначала покажется, что ответы будут другие, но потом, когда накопится энное количество этих самых ответов, вы обнаружите очень страшную вещь. Многие из этих сообщений в прямом смысле слова идентичны. То есть, там большое количество слов организовано в абсолютно одинаковом порядке одним и тем же образом. Да этим ли людям принадлежит это мнение? Получается, все, что мы говорим, особенно все, что мы говорим, считая это исключительно своим, что аффектировано, что эмоционально подчеркнуто, является неважным полным образом. Ну, или еще проще, это зайти к любому пользователю социальных сетей в годе нерождения и почитать, что у него пишут на стене. Да, можно у соседнего пользователя скопировать и сюда же вставить, потому что, что бы вы туда не вставили, сколько бы вы не думали, что туда пожелать, все равно вы пожелаете то же самое. Ограниченность нашей возможности к высказыванию и ограниченность нашей возможности помыслить, что бы то ни было, это и есть вот эта жесткая система координат. Когда автор работает со своим текстом, он в системе координат к батарее означающих таким же образом привязан, как мы, в речь. Поэтому для ученых, занимающихся текстологией, анализом и атрибутацией текста по времени или к тому иному автору, на самом деле определить текст не так сложно. Не случайно фукот называется археологией гуманитарных наук. Каждая эпоха это пласты. Если мы их мыстим именно как некие пласты, как в геологии, то мы никогда не ошибаемся. Потому что каждая эпоха предлагает свою сетку про археологию. Если мы ее знаем, мы никогда не сможем спутать произведение, написанное в одну эпоху с произведением, написанное в другую. Как бы его ни пытались сцимитировать. До кого? Соответственно, поздний Айзенман начинает искать что-то совершенно иное, что-то совершенно другое, и это связано уже с иной философией, с философией все того же самого Делеза, но с другой его концепцией. Дело в том, что одна из базовых идей, вводимых философией Делезом, является концепция Резома. Но Резома это корневеща, это такая сетка неархизированных смыслов, которая исключает любой господствующий смысл. Каким-то образом разворачивающийся сеть смыслов. И это отражается на постройках Эйзенмана тем, что он действительно начинает строить свои произведения, напоминающие вот это корневеща. Они приобретают более естественные формы, причем эти формы всегда со сбивами. Большое значение приобретает понятие волны или складки. Наверное, даже успеем обсудить, что такое складка, потому что обсудить это необходимо. Я в прошлый раз отвечая на один из вопросов попытался в двух словах набросать в чем суть имманентности делеза в отличие от трансцендентности причастующих его. Доковат. В своих лекциях о Ливнице делез весьма интересную идею предлагает. Представьте себе, что у нас есть рациональный ряд чисел. Это прямая. но у нас есть иррациональные числа, которые отклоняются от этого бесконечного ряда рациональных чисел все время по-разному, ибо на то оно иррациональное число. Это неравномерный пульс. А теперь представим, что у нас есть неограниченное число точек зрения. В любом месте мы можем поставить точку и провести линию опять же бесконечную, которая по касательной опишет определенное соотношение между одним и другим. то есть, что такое в данном случае является точка зрения? Она у нас действительно такая, потому что наше положение во времени и пространстве всегда единичное. То есть, вы можете, например, сесть на этот стол, но только после времени. Либо вы можете сесть рядом, но не на это же самое место. В строго физическом понимании этого слова наша точка зрения на мир действительно отличается от всех остальных людей. Потому что во времени и пространстве мы некогда не пересекаемся. Исходя из этого, делается весьма интересный вывод. То, что ни одна из точек зрения не является тождественной. Люди, сосуществуя в одном и том же мире, чисто с физической точки зрения выйдут совершенно по-разному. И, естественно, когда мы общаемся с другими людьми, они для нас не то же самое, что для них. Но с точки зрения нашей линии. А теперь, это кажется все достаточно просто. А теперь, самое важное, если эту идею дальше развивать, уже не к Лейбнец, потому что для Лейбнец Бога трансформация во-прежнем. Для кого? Если мы себе представим, что есть некая сверх точка зрения, то, что раньше называлось взглядом Бога, охватывающее все остальные точки зрения, то она с точки зрения вот этой философии не будет дансы-дансы. Почему? Потому что если она включает все точки зрения, значит, она иная по отношению к каждой из них. То есть получается, если Бог видит все эти точки зрения в одновременности, значит, он рядом положен мне, вам и так далее. Это просто еще одна точка зрения, потому что она не может заменить мою, вашу и так далее. Она другая. Понимаете, в чем логика? То есть трансценденция, разрыв между взглядом божества и взглядом человека неожиданно сменяется эманенс. И вот она концепция по сути. Корневище, то есть никакая точка зрения не может быть господствующей другими. Они все образовываются ретоположными. Это религиозность в совсем ином плане. Это религиозность в смысле уважения к иному мнению, если оно не притесняет другие мнения. И именно вот эта идея, идея волны, идея складки, мы ее уже наблюдали в мемориале, где волна пробегала по этому мемориалу, и насколько помного вариантов было для его прочтения. Более того, взгляд с высоты, который якобы охватывает весь мемориал, давал лишь одну еще точку зрения на прочтение мемориала, а не господствующую. Идеальное отражение концепции делеза на уровне архитектурного гектра. Понимаете, архитектурный гектр становится философским текстом. Покажу еще несколько примеров. Ну вот, в 90-е же годы появляется такой, на первый взгляд, переходный гектр. Смотрите, здесь мы видим еще отголоски японских построек, очень похоже это здание. Ну вот, как выглядит его проект. Вот она идея и волны, и корневищ. Он уже приобретает естественные, формы естественного ландшафта. Нет некой господствующей точки. В еще большей степени это заметно в двух его относительно недавних постройках. Это сад потерянных шагов в Италии, где тема именно религиозная поднимается в полном смысле этого слова и прошу обратить внимание, что его за это отцеркни не отключало. Мы видим лежащий крест. Блок этого этот крест разорван и этот крест рядом положен как траве на по земле. В камне. вот этот разрыв, который раньше был на уровне божества и человека, теперь сведен на уровень волны. Да, это просто больший охват иной взгляд на ситуацию. Если предположить взгляд Бога существующим, значит, это будет лишь больший охват ситуации. Но он не заменит и не исключит взгляд человека. Помните в мемориале представим себе, что взгляд с высоты он никак не смог бы исключить тот взгляд, когда мы попали в сам мемориал и переживаем этот специальный ужас этих плит находясь. Здесь то же самое. Вот эти складки волны, которые прорезают этот крест, который выполнен из рельс крашен. здесь есть природная, культурная, то есть человеческая измерения виртуальные возможности того, что раньше называлось абсолютно, то есть знаком божества, символом божества. Тем больше этих крестов тут еще и несколько. И наконец последнего постройка его строительства идет сейчас, оно еще не закончено. Это Сантьяго до Компостелма, тоже в каком-то смысле религиозная постройка, потому что это город для паломников строящихся. Какие конструкции? Сама по себе форма напоминает рака. Она именно Сратовина и заимствована самим Айзенманом. Это вот эти волны, которые я вам попытался показать на примере Делезовского левикца. Красивейшее здание, какое только себе можно представить. Вот как видно со стороны расстояния все здание это одна сплошная гигантская волна. Так самый город состоящий из этих волнов. И смотрите, что интересно. Раньше мы привыкли к тому, что у здания есть пол, стены, крыша, а здесь то, что является внизу другое, становится крышами, становится стенами этого здания. То есть стираются вот эти границы трансцендарности. Так когда есть низ, мир голний, а есть мир голый. Здесь это взаимопереход одного в другое. И вот еще более наглядно. или столкновения двух разных волн. Это ощущение значит, что они всегда не конфликтны. Они могут быть очень конфликтны. Я вам на эту тему советую вот такую киноленту посмотреть, если не видите. Это лента, получившая воск, да, свое время. Лента очень серьезно, потому что она показывающая вот именно такую позицию возгляде на человека. Каждый из представленных персонажей ведет себя очень хорошо по отношению к кому-то и плохо по отношению к кому-то. Это волны, когда они идут в одном направлении, оказывается, что это хороший человек и помощник. Когда они неожиданно сталкиваются, они как волны рассыпаются так, что одна волна поглощает жизнь. Понятие абсолютности снимается полностью, что этот злой человек это добрый. Это просто взаимопереходы от другое. Это просто разные волны, движущиеся в спонтанном направлении, которые действительно как и на этой фотографии могут сталкиваться или взаимопоглощать. то есть заметьте, мы заканчиваем уже, любой архитектурный объект, архитектурный объект особенно продуманный автором, но на самом деле не только он, может быть прочтен как текст. Это очень важная идея. И мы с вами посмотрели на примере сопоставления философских моделей и архитектурных, как на самом деле архитектура может являться не просто художественным произведением, а именно текстом философским. И интерес представляет то, что если любой текст это действительно есть лишь набор цитат, в таком случае даже текст, который создается автором неосознанно, даже текст, который создается гениальным автором произведения его искусства, в том числе архитектурное, без каких-то заложенных в него философских смыслов, тем не менее с большой долей вероятности может быть таким образом прочитан. То есть текст выходит за рамки самого себя, а это значит, что даже если автор просто строит дом, но строит дом необычный, строит дом соответствующий духу времени, этот дом будет выражать этот дух времени. Помните, с чего я начал первую лекцию? Знание это не то, что мы можем сказать, это то, чего мы не можем не сказать, а это значит любой объект в той или иной степени несет знание эпохи. Есть какие-то вопросы по сегодняшней лекции. Нету? Все прям понятно? Или ничего не понятно? Ничего не понятно? Ничего не понятно? Нет, что-то понятно с обоих отчетом. Я считаю ничего понятно и ничего. Советую правда посмотреть лекцию про автора, потому что может много объяснить. Я понимаю, что я очень много информации задаю за определенное количество времени, поэтому на каждый тезис приходит очень мало времени. Насыщенность материала достаточно высока. Но у нас простить всего полгода. А куст полгода 2-3 года начнет. Ладно, тогда до следующего раза. Спасибо. 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 .